Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, в этом видео я расскажу вам о том, как мы сходили в поход в радиусе 200 метров. Нам на самом деле очень повезло, потому что мы живем в таком месте, где рядом строится целый район. И там продаются территории, которые еще не застроены, которые представляют из себя не что иное, как большое поле, островой, с цветами. Сейчас вы сами все увидите. Что ж, мы выходим из дома. Как вы видите, есть прохожие, есть гуляющие ребят, пока они собираются в гараже, собирают окончательно все, что нам понадобится в этом 200 метровом походе. Я жду непосредственно своего дома, рассматриваю витрины. Кстати, вдалеке вот вы можете видеть патруль, который проверяет машину, которая проехала, возможно, единственная за весь час времени, ну, возможно, за полчаса времени. Два полицейских, патрульная машина и проверяли как раз-таки бланк, который необходимо всегда иметь с собой, который необходимо заполнять. При этом нет указаний, что делать, если вы не можете его распечатать. По крайней мере, я такие указания не встретила. Я в прошлый раз выходила с заполненным от руки, в укороченной, скажем так, версии этого бланка с подписанным модулем. Дети были очень рады тому, что сегодня мы идем в поход. Каждый собрал себе рюкзак и мы вышли. Вокруг все красиво, все прекрасно, птицы щебечат, пчелы жужжат, слышно даже жужжание пчел. И мы отправляемся, в общем-то, недалеко по нашему району в места, которые я вам покажу. И, кстати, у меня есть видео на канале, потому что в свое время меня многие спрашивали, Яна, в каких домах живут итальянцы. Поскольку я отправляюсь в район, который застраивается, сегодня я покажу вам, что такое современное итальянское жилье. Кстати, по дорожке, по которой мы идем, вы можете видеть именно дома, в которых живут итальянцы в основном. И это старая, старая застройка. Ну что ж, буквально 3 минуты пешком и мы находимся вот в таком прекрасном месте. Все это поле когда-то будет застроено. Но сейчас здесь можно гулять, очень многие гуляют с собаками. И вот таким образом выглядит новое жилье. Это, как вы видите, многоквартирный, получается, небольшой, огороженный, давайте назовем это мини-поселок. И это очень популярная техника строить дома, когда одна стена общая. И, допустим, в одном доме есть 4 входа. Соответственно, это экономит, прежде всего, большие средства на застройке, а также на территории. И это очень распространенный способ иметь вот такой свой дом с независимым входом. Скоро здесь будет красивый газон, и каждый посадит деревья по своему вкусу. Ну а пока это только застройка, которая вот-вот должна обрести своих новых жильцов. Итальянцы очень любят мансарды, и это не случайно. Это связано с тем, что мансарда по своей сути, по своей ценности, точнее, не является полноценными квадратными метрами. В Италии вообще очень интересно образование, ценообразование и, прежде всего, налогообразование. Поэтому то, что может быть на рынке оценено в какие-нибудь полмиллиона евро, по, скажем так, стоимости кадастровой, как мы бы сказали, может стоить 300 тысяч евро. Вот такая большая разница. И это важно для того, чтобы, да, платить налоги непосредственно при покупке. Это также важно, если вы закладываете ваше имущество, и также важно при получении ипотеки. Да, рыночная цена может быть гораздо-гораздо выше, потому что метротура, она большая, кубатура, она чуть меньше из-за скошенных мансардных потолков. Кстати, не во всякой коммуне разрешена мансарда, то есть верхний этаж, неполноценный верхний этаж с неполноценной высотой потолков. И не во всякой коммуне разрешена таверна. То есть это такой полуподвальный, по сути, полноценный этаж. Единственное, что там, конечно, окна нестандартной высоты. Как я уже сказала, скоро вся эта территория будет застроена и будет выглядеть примерно вот так. Ну, а пока это совершенно новый район, где примерно 30 домов уже заселены, а все остальные так или иначе доделываются. Как вы видите, люди используют время карантина для того, чтобы закончить какие-то дела, в том числе и в саду, сделать какие-то мелкие ремонтные работы. Все стучит, все шуршит, что-то поливается, где-то что-то стрижется. А вот таким образом выглядит балкон достаточно старого дома рядом с нами. Но хотела вам его показать, потому что он, на мой взгляд, очень милый и красивый. Прекрасная речка рядом с нами. Дети, повторюсь, были очень рады тому, что мы пойдем в поход, хотя они очень быстро устали. А когда мы расстелили одеяло, они некомфортно себя на этом одеяле чувствовали, потому что любой муравей, который заползал, в общем-то, доставлял, по всей видимости, большое количество дискомфорта. Также мои дети не любят пчел и постоянно боялись, что их сейчас укусят. Ой, какие красивые у тебя цветы, спасибо. Красивенькие. Кабрышка, ты рад? На самом деле дети были больше рады идти по асфальтированной дороге и среди, скажем так, городских пейзажев. Могу сказать, что большое количество мушек, мошек, большое количество даже гуляющих с собаками пугало моих детей и доставляло, повторюсь, некий дискомфорт и разочарование в отношении похода, который мы совершили. В итоге мы нашли самую обычную поляну, прямо-таки рядом с речкой, расстелили одеяло и стали наслаждаться прекрасным днем. Когда мы только шли, солнце светило не ярко, а потом стало очень-очень жарко. В общем-то, мы прекрасно провели время, это то, чего нам не хватало, учитывая также то, что мы выходим на дождливый сезон. Это была как раз-таки та возможность, которую мы воспользовались, чтобы не нарушая нормы карантина, в котором мы все находимся, насладиться, тем не менее, природой и чуть-чуть прогуляться. Недавно я рассказывала, что медики, а точнее педиатры, которые работают непосредственно с детьми, а также все люди, которые заняты так или иначе с физической подготовкой детей, написали петицию, обращение, чтобы детям было разрешено гулять на улице хотя бы час. Это необходимо для их здоровья. У нас огромное количество диких животных и не очень диких. Я показывала кроликов, и вот стали прилетать аисты. Их очень много, они садятся рядом, и, в общем-то, достаточно быстро перестали бояться соседства людей. Обычно в этой речке, кстати, это термальная речка, она очень теплая, зимой всегда от нее идет пар. Можно увидеть большое количество рыб, а также каких-то животных наподобие бобра. Не знаю даже, как они называются на русском языке. Но в этот раз, возможно, еще слишком рано, и мальки не вылупились, поэтому сколько мы не смотрели прозрачный ручей, вода действительно стала очень прозрачной. Уж не знаю, потому что она всегда такой была. Либо действительно минимум жизнедеятельности человека рядом сделал воду такой прозрачной. В любом случае, сколько мы не смотрели в речку, мы не нашли пока признаки мальков и рыбы. Хотя она здесь действительно водится. И, в общем-то, мы можем даже ходить на рыбалку, повторюсь, в пяти минутах от нашего дома. Очень быстро я поняла, что наш пикник омрачает тот простой факт, что дети ждут, ну когда же мы начнем перекус, когда же мы начнем в итоге наш пикник. По большому счету, я потом поняла, что да, для детей пикник состоял как раз таки в том, чтобы поскорее-поскорее поесть, что мы с собой взяли, что я приготовила буквально на скорую руку. И потом, в общем-то, завязалась игра, и дети чувствовали себя несколько более комфортно среди мошек, среди ползающих муравьев. Все это их не так расстраивало и не так настораживало. В итоге стало очень-очень жарко. А к вечеру, кстати, уже достаточно сильно похолодало. Повторюсь, мы ожидаем того, что погода испортится, и будет целая неделя дождей. В итоге я оставляю ребят еще погулять, побыть на открытом воздухе какое-то время, а сама возвращаюсь домой. И опять же удивительное ощущение, помимо того, что слышно птиц, помимо того, что слышно жужжание пчел, слышно все разговоры. У людей открыты окна, потому что тепло. Очень многие находятся на балконах, на террасах. И в этой тишине, которая совершенно непривычна уху современному человеку, слышно на самом деле все. И слышно без труда разговоры людей, которые рядом с нами. По пути я набираю букеты. Я рассказывала, что я очень люблю подобные весенние букеты. И столько-только что распустившихся листьев возвращаюсь домой. И первое, что я делаю по возвращении домой, конечно же, сейчас у меня всегда имеются вот такие салфетки. Я опрыскиваю непосредственно примерно 80% спирта, плюс остальная часть воды и чуть-чуть средства для мытья посуды. Я распрыскиваю на салфетку и протираю свой телефон. Ставлю букет в детскую ванну. И дети очень любят, когда у них в ванной красиво. Дети вообще очень отзывчивы на красоту. Они ее чувствуют, видят и замечают очень быстро. И действительно, это явилось для них таким приятным сюрпризом. Они все сказали мне, мама, как красиво, как красиво. Были очень рады такому букету. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что подобные весенние букеты, они очень-очень украшают и освежают любое пространство, как я люблю говорить. Потом, в общем-то, я переодеваюсь и делаю тоже интересную подборочку с примеркой, где я покажу, кстати, как можно делать очень быстро низкий пучок. Низкий пучок, даже если он вам не очень идет, является прической очень-очень стильной. И является для меня лично просто аксессуаром. Вот действительно бывает достаточно низкого пучка. Покажу, как его можно классно сделать. И как можно красиво завязать ленту. И красная помада, возможно, кому нравится такая идея. Плюс темные очки. Это то, что, в общем-то, очень-очень быстро поднимает любой образ, как принято говорить здесь на ютубе, на другую стилистическую ступень. Ну что ж, дорогие зрители, увидимся очень скоро. Увидимся на примерке. Это будет следующее видео, которое я буду монтировать. Да, я не заметила, кстати, что торчит у меня синяя резинка. Но вы, безусловно, будьте более внимательны, учитывайте мои ошибки. Всем пока-пока!